Послушайте, пожалуйста, вот видите на схеме, да, религиозные события и люди. Я должна теперь представить вам Нилсорский, Исихаст, Кирилло-Белозерский монастырь. Он находится на севере Белое озеро. Другой монастырь, противоположный ему, который будет бороться с ним, будет Иосифово-Волоколамский монастырь. Это Волоколамск под Москвой, как вы знаете. Значит, это Москва и север России. Нилсорский – настоятель Кирилла-Белозерского монастыря. Сам он жил даже не в монастыре, а он жил на реке Сорка. Его имя Сорский от названия реки – Сорка. Тоже образованнейший человек. Он жил сколько-то времени на Афоне в Греции. Он страны разные объездил. Он выбрал этот Исихазм афонский. Его убеждения были такие, что он верил, что если монахи богобоязненно живут перед Богом, живут своим рукоделием, то есть, что сами вырастет и что сами добудут руками своими, если они непрерывно молятся, то эта молитва и их подвижничество спасет страну. Вы поняли? У него была вера в мистическое влияние их жизни на жизни страны. Послушайте, это же очень интересная мысль. Но мы же тоже так верим. Но Библия об этом говорит. И Библия об этом говорит. Понимаете ли, как этот Сергий Радонежский? «Стяжай мирный дух, и вокруг тебя многие спасутся». Это влияние, оно потом, понимаете ли, это невидимое влияние. Но Господь эти молитвы слышит, принимает. От нас невидимо идет к Богу, а от Бога идет на землю. Вот так вот понимали они. Нил Сорский – это любимейший у меня персонаж во всей православной истории. Это православный. Это монастырь православный. Но он по своей природе выступал за нестяжание. Он, можно сказать, выдрал корень всего того, что возмущало наших братьев-вострегольников. Какой корень? Алчность, стяжательство, корысть, покупка мест, приобретение власти, приобретение значений. Кто тут хозяин? Вы понимаете, как? Он это отринул и занял самую низкую позицию. Нищелюбие, труд своими руками, молитва. Вот, это Нил Сорский. Основатель нестяжательства. Авторитет у него был только один. Написано у вас тут. Только Библия. И он был против монастырского землевладения. Монастыри богатели. Ведь приносили им не только деньги. Приносили им земли, дарили. Покупали для них земли. Земля, потому что на земле работают наемные люди. Земля приносит большой доход. Вот это такой другой тип монастыря представлен Иосифом Володским. Вот эти две личности, они будут в центре следующего собора 1504 года. Это будет такой собор. Исследователи говорят, это будет собор, который сделает реформацию на Руси невозможной. Скажите, пожалуйста, а где эти соборы происходили? В Москве. В Москве. Это Москва уже центр. Так послушайте, значит, Нил Сорский – это основатель нестяжательства. Помимо того, что у него Библия единственный авторитет, помимо того, что нестяжательство своими руками работать и молиться, и молитва постоянная, как у исихастов, у них было еще особенное отношение к еретикам. Вы понимаете, что получается? Те еретики, которых архиепископ Геннадий осуждал, и которые чувствовали, что уже близко казнить их могут, они бежали в Кирилло-Белозерский монастырь. Кирилло-Белозерский монастырь укрывал этих еретиков, переправлял, например, такой будет Феодосия Косой. Он этого еретика отправит в Литву. И к Феодосии Косой в Литве будет строить молитвенные дома евангельские. Это фантастика все. Удивительные пути такие. Когда начнутся ливонские войны Ивана Грозного, тот потребует пред его очи привезти вот этих братьев Косых, и главного из них проповедника утопить пред его глазами. Их мнение про еретиков было. Они были против их казни. Они были только за силу убеждения. А если тебе нечем убеждать, и ты не можешь убедить, так это уже твое дело. Нельзя казнью, мучением приводить к истине. Поняли, да, позицию нестяжателей? Еретика убеждать, а не казнить. Видеосеминария ТВС – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Характеристика теперь другого монастыря – Иосифа Волоколамский монастырь. Там был настоятель Иосиф Володский. Вы знаете, что историки православные они не могут выбор сделать между ними. Они перевозносят одного за такой вот святость его жизни, они перевозносят другого, что он государственный человек. Сейчас я какое-то свое мнение тоже скажу. Так вот, Иосиф Володский. Он был оппонентом Нила Сорского. Это был монастырь, который был образцовым монастырем. Цель Иосифа Володского – сильный монастырь, богатый, с богатым владением, с высшей степени отработанным богослужением, долгим богослужением. Он пришел к убеждению, что лишь строгие меры спасут древнее благочестие. Он решил основать новый монастырь – образец монашеской жизни. В Волоколамске у слияния рек сестры и струги среди соснового бора Дионисий, художник, расписал этот великолепный храм. Музыка, живопись, глубокое воздействие на душу народа. Он родил облагочиние церковной службы. Он учил молиться так – «Стисни свои руцы и соедини свои нози, и очи смежи, и ум собери». Руки сомкни, ноги сомкни, очи смежи, и вот так вот, так вот молисья. И так у него было. Понимаете как? У него по струночке все монахи ходили. У него очень строгие были нравы и правила, очень строгие наказания. Наказание как? Вода и хлеб. Строгий устав. Да, еще он учил своих иноков. Ступание имей кротко, глаз умерен, слово благочинно, пищу и питание немятежно. Понятно или нет слова? Чтобы тебя там не бурлило и не булькало. Немятежной еда должна быть. Будь в ответах сладок, не излишествуй беседы, да будет беседование твое в светлее лице, да даст веселье беседующим тебе. То есть лишнего не говори. Короткую беседу имей, но чтобы она была назидательная. Устав очень строгий. Запреты. Вера во Христа, как грозного судью. Вседержителя. Карающего. Поэтому дисциплина и полное повиновение. Монастырское землевладение. Богатство. Власть. Иван Третий всей душой склонялся к Нилу Сорскому. Он хотел его поставить митрополитом. Но все нестяжатели, как огня, боялись высоких постов. Слышите? Все нестяжатели были лишены возможности влиять на высокую политику. Они избегали высоких постов. Они верили в силу молитвы, а не в посты, не в интриги, не в это. Понимаете, как это вопросы сегодня современные очень. А там, напротив, огромное влияние. Ну, например, Иван Третий очень любил кроткого Нила Сорского. Не только за кротость, но и за то, что тот отрицал монастырское землевладение и не претендовал сам. А царь хотел руку наложить на богатство монастырей Иосифа Володского. И вообще на богатство монастырей. Как это, кто тут царь, и чья земля? И вот эта конфискация земель у монастырей, она все время висела над ними. И здесь мог он опираться на Нила Сорского. Но когда маячила возможность войны или опасности, то, конечно, царь переводил свой взгляд на Иосифа Володского. Авторитетное слово, послушные монахи, которые все едино будут говорить. Потом, поскольку земли у них, крестьяне работают, значит, воинские силы могут они поставлять. Вы понимаете, как? Поэтому в течение всей нашей истории будет позиция то такая, то такая. То за Нила Сорского, то против Нила Сорского. Значит, желая обличить Нила Сорского и этих непослушных еретиков, которые не подчиняются ему, написал он книгу, которую потом назвали «Просветитель». Иосиф Володский, он автор «Просветителя». Видите, там написано его главное произведение. Поэтому вот Азавурские старцы называются ещё нестяжатели. Нил, который на Афоне побывал, на Балканах побывал, которые были под турецким игом. И у него была идея возрождения русской духовности через эссихазм. И он считал, что рационализм убивает душу. А вот «Просветитель». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...